Как перестать бояться стареть? Ну, задают вопрос мне, я не знаю, в чем собственно состоит страх. Всякий раз, когда вы имеете дело с каким-то страхом, нужно его развернуть. Я понимаю, что на страх собственный смотреть страшно, но все-таки его нужно научиться разворачиваться, потому что за страхом старения могут быть совершенно разные вещи. То есть, во-первых, это может быть страх смерти как таковой, который прячется за страх старения. Во-вторых, это может быть страх, который связан с тем, что вы теряете физическую привлекательность и не привлекательны для представителей противоположного пола в любом отношении. Вы можете бояться, что вы не сможете себя содержать в достаточном качестве в уже пожилом возрасте, пенсионном и так далее. Вы можете бояться болезней, зависимости от других людей и так далее. Понимаете, когда мы имеем дело со страхом, нужно всегда, как бы сказать, для себя его как следует прорабатывать. То, что иногда даже человек говорит, что он боится стареть, потому что он будет немощным, а на самом деле он боится стареть, потому что он боится, что денег не будет. И это же разные совсем страхи, это разные подходы. Но действительно у нас все время наступают новые этапы жизни. И нам кажется, что про старость мы-то все знаем. Но я вам должен сказать, что мы про все предыдущие этапы были с большими вопросами находились. Потому что мы сами меняемся, мы по-другому ощущаем. Понимаете, мы по-другому ощущаем самые разные вещи. И деньги, и здоровье, и болезни, и самостоятельность, и так далее. Все зависит вот от этого будущего. Поэтому чем лучше вы разберете свой страх на кусочки, на составляющие, чем вы его, как бы сказать, проработаете, каждый из них, тем будет вам, конечно, от этого будет прок. Потому что просто бояться. Прока нет. Страхи не помогают никому никогда. Помогают какие-то действия, которые мы предпринимаем, для того, чтобы в какой-то части добиться большей уверенности, большей надежности, большей, так сказать, функциональности структуры. Продолжение следует...